Христос воскрес, братья и сестры. Приветствуюсь на блоге Виктора Буслова «Познание. Познавая Бога внутри себя». А когда Пасха? 2024 год. В марте у католиков, в мае у православных. Католическая Пасха, 2024 год, празднуется 31 марта. Православная Пасха, 2024 год, празднуется позже, 5 мая. Христос воскрес, братья и сестры. Я сейчас говорил о числах празднования Пасхи и вспомнил Иисуса Христа, когда-то и Он рассказывал своим ученикам, когда Пасха, и сказал, вы знаете, что через два дня будет Пасха, и Сын Человеческий будет предан на распятие. Но что это за история? Давайте перенесемся немного назад, во времена Иисуса Христа, когда Он был на земле среди людей и учеников. Это было в Иерусалиме. Иисус Христос учил своих учеников и рассказывал о Царстве Небесном, кувшинах, масле и неразумных девах, о верном и неверном рабе, об овцах и козлах, о муке вечной и жизни вечной. Откроем Евангелие от Матфея, 26 глава, стихи с 1 по 5. Когда Иисус окончил все слова Сии, то сказал своим ученикам, вы знаете, что через два дня будет Пасха, и Сын Человеческий будет предан на распятие. Тогда собрались первосвященники и книжники, и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафы, и положились в совете взять Иисуса Христа хитростью и убить. Но говорили, только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе. Это Евангелие от Матфея, 26 глава, с 1 по 5 стих. Господь в Иерусалиме за неделю до Пасхи. Иисус Христос пришел в Иерусалим за неделю до Пасхи. Это было нормально в то время, я думаю и сейчас. За неделю приходили иудеи, которые считали себя благочестивыми. Они молились и очищались для празднования Пасхи. Также Иисус Христос пришел за шесть дней до Пасхи в Иерусалим. Это была последняя Пасха на земле перед распятием. И как при его рождении не нашлось места в самом городе. В тот год, по хроникам историков, было в Иерусалиме на празднике Пасхи около 2,5 миллионов человек. И быть, ночевать в предместе было нормальным и обычным явлением, потому что весь город и все постои были абсолютно заняты. Иисус Христос в Иерусалиме. Иерусалиме уже хотели убить не только Иисуса Христа, но уже и Лазаря вместе с ним. Да, тогда ужин был на славу. Но это другая история, друзья. К Марфе Иисус Христос пришел в субботу, а в воскресенье наш Господь въехал в Иерусалим на осленки. И ему расстилали пальмовые ветви. Помните? А где-то во вторник Иисус Христос был в доме Симона Прокаженного, где также его женщина мазала миром. И в этот день Иисус Христос учил своих учеников и сказал пророческое слово о Пасхе. И сообщил. Вы знаете, что через два дня будет Пасха, и Сын Человеческий будет предан на распятие. Сообщил, что будет Пасха. Господь сказал о празднике Пасха. Это знали все. И к этому все готовились. Но Господь добавил и сказал, Сын Человеческий будет предан на распятие. Представьте, Он говорил о себе. Ученики еще полностью не воспринимали и не могли принять Его смерть на кресте. Но Иисус Христос знал хорошо все. Знал, что Ему предстоит страдать. Знал, что Ему будут бить кнутом, железными наконечниками. Знал, что Он будет распят на кресте. Знал, что Он будет оставлен Отцом и что Он умрет на кресте. Неладно за свои грехи. А то еще и за чужие. А Сам невиновен. Откроем Евангелие от Матфея, 26 глава, стихи с 38 по 40. Тогда говорит им Иисус. Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мной. И отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил. Отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты. И приходит к ученикам и находит их спящими. И говорит Петру. Не так ли не могли вы один час бодрствовать со мной? Это Евангелие от Матфея, 26 глава, стихи с 38 по 40. Господь все прекрасно понимал. Иисус Христос прекрасно понимал, что произойдет. А апостол Лука написал в 22 главе, стихи 43-44. «И явился же ему ангел с небес и укреплял его. И находясь в борении, прилежнее молился. И был под его, как капли крови, падающие на землю». Это Евангелие от Луки, 22 глава, 43-45 стих. Друзья, представьте, что вы знаете, что произойдет с вами через два дня. Как будете себя чувствовать? Иисус Христос пал на лицо свое, молился и говорил. «Отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия. Если возможно, да минует меня чаша сия». Иисус Христос тоже переживал. И так, что во время борения, впрочем, не как я хочу, но как ты, прилежнее молился. И был под его, как капли крови, падающие на землю. Через два дня будет Пасха. Друзья, эта фраза, когда Пасха, 2024 год. И вы знаете, что через два дня будет Пасха, и Сын Человеческий будет предан на распятии. Как просто она прозвучала тогда ученикам. Как просто она может прозвучать нам, сейчас слушателям. Но как она звучала, когда говорил ее Господь. Сколько эта фраза говорила Иисусу Христу. Только Он знал. И это никто не сможет прочувствовать на себе, кроме тех, кто сейчас болен, и ему поставлен диагноз. Это может прочувствовать только тот, кому осталось жить два дня. И я знаю, уверен, что во всем мире есть и такие люди, кто уже не будет праздновать Пасху здесь, на земле. Если поставлен диагноз. И если у вас сейчас такая ситуация в жизни, поставлен диагноз. Давайте сейчас помолимся вместе с вами Богу. Как тогда Иисус Христос шел молиться вместе со своими учениками, так и я сейчас предлагаю помолиться вместе с вами к Богу, чтобы примириться с Отцом Небесным. Если вы уже в мире с Богом, молитесь, как и ученики вместе с нами. Если еще нет мира между вами и Богом, предлагаю сейчас произнести молитву покаяния, молитву примирения с Отцом Небесным. И я уверен, что вы сейчас искренне придете к Богу в молитве покаяния и покаятесь в своих грехах, с верой в Иисуса Христа, в том, что Он сделал для нас. Он взял ваши и мои грехи на Себя. Он был наказан, проклят, казнен на кресте вместо вас, меня, и был похоронен. Но на третий день Он воскрес. Тогда Бог прощает нам грехи наши и освобождает и очищает от всякого греха. И наполняет нас Духом Своим. Назовет вас своим сыном или дочерью, а вы сможете назвать его своим отцом. Молитва покаяния. Я буду говорить, а вы повторяйте за мной. Отец Небесный, я верю, что Иисус Христос уже понес наказание за каждый мой грех, который я совершил. Я прошу тебя, прости мне все мои грехи и очисти меня, душу мою, от всякой неправды. Я признаю Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Иисус, войди в мое сердце и измени мою жизнь. Отец Небесный, наполни меня Духом Своим, Духом Святым. Открой мне истину и научи меня правде. Помоги мне до конца моих земных дней верить Тебе и идти за Тобой. Я отрекаюсь от дьявола и всего того, что могло бы меня с ним связывать. Теперь Иисус Христос, мой Господь. И кровь Иисуса Христа омывает и очищает меня от всякого греха. Слава Тебе, Господь. Аминь. Друг мой, теперь ты с Богом. Бог называет тебя дочерью, сыном своим, а ты можешь его назвать отцом. Теперь ты не один. С тобой всегда рядом Бог Отец, Дух Святой. Поздравляю тебя. Когда Пасха, 2024 год? А когда Пасха, 2024 год? В марте у католиков, в мае у православных. Католическая Пасха, 2024 год, празднуется 31 марта. Православная Пасха, 2024 год, празднуется позже, 5 мая. Но в вашей жизни теперь, друзья, Пасха Христос. Это никто не сможет прочувствовать на себе, кроме тех, кто сейчас болен. И ему поставлен этот диагноз. Это может прочувствовать только тот, кому осталось жить два дня. И я знаю и уверен, что во всем мире есть и такие люди. Кто уже не будет праздновать Пасху здесь на земле, но будет праздновать ее с нашим Господом Иисусом Христом. Иисус Христос воскрес, братья и сестры. Аминь. А сейчас я заканчиваю. Если вам понравилась запись или вы получили слово откровения Духа Святого, поставьте лайк, подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь.